Сегодня мы поговорим о реваншизме, о стремлении политика или политической силе пересмотреть результаты поражений нанесенного государству или осуществить возмездие по отношению к победителю. Характерно, что реваншисты могут прийти к власти спустя значительное время после проигрыша или того события, которое они считают проигрышем. Между поражением в Первой мировой войне и установлением нацистской диктатуры в Германии было 15 лет Веймарской республики. Столько же лет разделяют развал Советского Союза и официальное провозглашение этого события в величайшей геополитической катастрофе 20 века. Сейчас, в начале пятого месяца войны, мы можем констатировать, одну из своих главных целей вторжения в Украину Владимир Путин все-таки достиг. Он вписал себя в историю и завоевал себе не отдельный параграф, а целую главу в будущем учебнике. Правда, эпиграфом к этой главе будет известная цитата Гегеля. История повторяется дважды, один раз как трагедия, а в другой раз как фарс. Да, прямо сейчас невозможно без содрогания смотреть на то, как российские снаряды и ракеты уничтожают в Украине целые города, как под завалами погибают мирные украинские граждане. Кроме того, нам еще только предстоит пережить шок от осознания масштабов потерь нашей армии. Но пройдет 150 лет, и над развязанной Путиным войной уже можно будет шутить. Как сейчас, например, можно спокойно пошутить над наполеоновским планом похода на Россию. Как говорится, каждый костер однажды догорит, и в будущем школьники будут не ужасаться, а просто ухахатываться. Ухахатываться и от самой идеи путинского реваншизма, и тем более от ее реализации. Ибо имитационный режим, построенный Путиным в России даже в своих самых бесчеловечных преступлениях и людоедстве, даже в этом он проявляет себя не как устрашающая тирания, а как пародия на диктатуры прошлого. Президент России это вовсе не Адольф Гитлер, а великий диктатор Аденоид Кинкель в исполнении Чарли Чаплина. Февральское наступление Путина на Киев, Чернигов и Сумы обернулось широкомасштабным мартовским отступлением. Она обогатила отечественные новоя с термином «кардинальное снижение военной активности». Принято решение кардинально в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Звучит-то как? Не поражение в битве и отступлении, а кардинальное снижение военной активности в рамках специальной военной операции по демилитаризации и демилитаризации Украины. Так вот, после этого кардинального снижения военной активности на Киевском и Черниговском направлениях, мы ожидали от великого диктатора грандиозной битвы за Донбасс, крупнейшего сухопутного сражения в Европе со времен Второй мировой войны. Мы даже сравнивали ее с германской операцией «Цитадель» лета 43-го года. Однако огромные клещи, идущие от Изюма и Гуляйполя, долго гнулись и в итоге обломились об украинскую оборону. Они уменьшились до размеров маникюрных щипчиков, которыми российская армия теперь пытается что-то выцепить в районе Лисичанска. Даже сложно сказать, что будет выглядеть более нелепо – поражение российских войск под Лисичанском или добытое огромной ценой победа там. Потому что потенциальное взятие Лисичанска в российской пропаганде обставлено будет так, будто наши войска вновь вошли в Берлин, не иначе. Мы на основном канале уже больше двух недель даже не делали обзора в положении дел на фронтах. Да, в Украине ежедневно гибнут люди и уничтожается гражданская инфраструктура и жилые дома, и это ужасно. Но с военной точки зрения все это уменьшается в одну обобщенную фразу «идут бои местного значения». Для таких фронтовых сводок, кстати, у нас есть отдельный новостной канал. Подпишитесь, если еще этого не сделали. Там интересные каждый день карту показывают, как что куда продвиглись. Но мы здесь сегодня поговорим о реваншизме Владимира Путина, о его имперских амбициях, которые сейчас сдулись до амбиции положить пол армии за пару провинциальных городков. Продолжим. Современная российская пропаганда, и не раз мы говорили об этом, бьет не только по своим преданным зрителям. Она бьет по всему сразу и даже по тем, кто не верит ни единому ее слову. При просмотре государственных телеканалов от выпусках новостей до телесериалов, монетизирующих тоску по СССР, у каждого может сложиться впечатление, будто реваншизм является общепринятой нормой для нашего государства. Может показаться, будто желание взять реванш за распад Советского Союза, дескать, всегда было руководящей и направляющей силой российского общества и ядром его политической системы. Но в действительности-то это не так. Да, в 91-м году развал СССР стал трагедией и искренней болью для миллионов наших сограждан. И мы на нашем канале, даже когда разоблачаем мифы о стране самого вкусного в мире пломбира, все равно с уважением стараемся относиться к чувствам простых людей. Потери своего государства, каким бы оно ни было, это действительно больно. Однако, есть время для траура и есть время для жизни. Вспомните в нулевые годы, ведь более-менее началась настоящая жизнь. Трансформационный кризис позади, растут доходы граждан и потребление. Более того, к середине 2000-х появилось целое поколение россиян без травмы утраты Советской Родины. Даже если они, как я, родились в середине 80-х в СССР, то в школу такие россияне пошли уже в Российской Федерации. Никакой другой родины, кроме России, такие люди попросту не знают. Разумеется, новое поколение россиян не ощущало тесноты внутри современных государственных границ. Как раз наоборот. На школьных уроках географии их завораживали необъятные просторы России. А учитель рассказывал, что проблема нашей страны состоит в нехватке населения, в недосвоенности имеющихся земель, ну уж точно не в недостатке территорий. Пока экономика крепла и пока росло благосостояние граждан, всех нас вполне устраивала та Россия, которая у нас была. Более того, идея удовлетворенности нынешними границами России транслировалась тогда на официальном уровне. Вот, посмотрите. Вы знаете, в результате распада Советского Союза Российская Федерация потеряла десятки тысяч своих исконных территорий. И что вы предлагаете сейчас? Начать всё делить сначала? Вернуть нам Крым, часть территорий других республик, бывшего Советского Союза и так далее? Давайте Клайпеду вернём нам тогда. Давайте сейчас начнём всё делить в Европе. Вы этого хотите? Ведь нет, наверное. Мы призываем латышских политиков прекратить заниматься политической демагогией, а перейти к конструктивной работе. Россия готова к такой работе. Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. Речь о демаркации, но это же технические дела. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдаёт провокационным смыслом. Там внутри общества, в Крыму, происходит сложный процесс. Проблема крымских татар, украинского населения, русского населения, а не вообще славянского населения. Но это внутриполитическая проблема самой Украины. У нас есть договор с Украиной по поводу пребывания нашего флота до 2017 года. И мы будем руководствоваться этими соглашениями. Риторика стала меняться, когда накопившиеся пороки политической системы сковали развитие российской экономики. Когда в 2012 году Владимир Путин зачем-то вернулся в Кремль, Россия уже находилась в стагнации. Власть больше не могла предложить благоденствие гражданам, чьи доходы стали сползать вниз. Пришлось впаривать им что-то другое взамен. Так началось десятилетие культивации реваншистских настроений. Миллионам людей, которые пережили, приняли и перешагнули через травму развала Советского Союза, пропаганда начала старательно расковыривать их, казалось бы, уже зажившие раны. Вместо 10 лет развития мы получили 10 лет ковыряния в старых болячках. От мыслей о настоящем и будущем, от экономической стагнации и снижение доходов россиян стали отвлекать самым грубым и унизительным способом. Пропаганда сознательно причиняла боль тем, у кого, казалось бы, уже все давно отболело. Только лишь для того, чтобы Путин мог впаривать россиянам анестезию от этих фантомных болей. В нашей стране живут уже два поколения россиян, которые в сознательном возрасте никогда не были советскими людьми. На подходе уже третье поколение граждан Новой России. Но даже этим поколением стали насаждать идею, что они не россияне, а жители бывшего СССР. Им прививают боль за утраченное, которая для этих поколений совершенно противоестественна. Причиняя эту боль, людей подсаживают на наркотик под названием «Мы вернем наши земли!» Со стороны весь этот искусственно сконструированный реваншизм выглядит просто по-идиотски. Свои более-менее узнаваемые очертания Россия приобрела на карте мира около 400 лет назад. Это было при Михаиле Федоровиче, первом из династии Романовых. Империей Россия стала 301 год назад при Петре Первом. Тогдашняя карта России примерно совпадает с современной картой Российской Федерации. Да, где-то убыло, но где-то прибыло, и сейчас Россия на 2 миллиона квадратных километров больше, чем при империи Петра Великого. Любой более-менее нормальный политик, даже популист, если бы он решил как-то вообще про это все поговорить, то он бы взращивал в россиянах не придуманный на пустом месте реваншизм, а чувство гордости. Ну типа, россияне, смотрите, какую огромную махину мы пронесли через многие века. Это же офигенное достижение. Раньше полмира принадлежало Великобритании и Франции, ну и что от них осталось за последние 100 лет? Жалкие ошметки. А мы вон какие совсем не развалились. Мне лично такие идеи не близки. Но даже такой неуклюжий державный патриотизм выглядел бы в миллион раз умнее, чем нынешний идиотский дискурс, при котором реваншизм просто высосан из пальца. Бюрократ, не умеющий пользоваться компьютером, 10 лет подряд втирает гражданам самой большой страны на планете, будто они на этой планете самые обиженные. Хотя мог бы в прошлом году, например, с помпой отпраздновать 300-летие Российской империи, коль уж так приспичило. Мог бы не ныть из-за территориальных потерь, а устроить людям праздник. Смотрите, а ведь сохранили мы Петровскую Россию, даже приумножили ее. Реваншизм режима Путина не имеет глубоких корней. Это чистой воды пропагандистский конструкт. Его можно было бы даже назвать потешным, подобно потешным полкам Петра Первого, если бы из-за них, к сожалению, не гибли бы реальные люди. На таких настроениях играют для поддержания рейтинга нашего автократа. А сами эти настроения, ощущение униженности, созданное на пустом месте для нашего общества, крайне деструктивны. Не только реваншизм, но и антизападничество Путина выглядит совершенно потешным и ненастоящим. Советский Союз, в противовес Западу, по крайней мере, предлагал свою модель развития и картину будущего. Она даже казалась привлекательной некоторым государствам и людям. То будущее, которое предлагал СССР, было недостижимым, а советская модель неэффективной. Но они хотя бы существовали. И какие-то отдельные элементы социалистической системы оказались даже пригодными для современного использования. Недаром в европейских странах вполне себе существуют и берут голоса на выборах всевозможные социал-демократы. А что, собственно, предлагает народам мира Владимир Путин? В чем вообще состоит его предложение? Идея многополярности и путинского русского мира. Что это? Как оно выглядит? И как оно работает? Доходит уже до нелепости. Даже сами борцы за русский мир начинают задаваться такими вопросами. Характерна цитата из телеграм-канала Игоря Стрелкова-Гиркина. Цитата не его собственная, но он советует читателям типа ознакомиться с мнением своего товарища, побывавшего в оккупированном российской армии Херсоне. Вот послушайте. Какое будущее предлагает РФ? Даже если мы останемся, но это не точно, то, ну, будем как раньше праздновать 9 мая. Кажется, в 2022 году этого мало. Украинский образ будущего хотя бы понятный. Вступим в Евросоюз. Дадут денег. Будет высокий уровень жизни. Нас будет уважать и любить весь Запад. Мир к нам дружелюбен и открыт. Три главных бича этой войны. Нет толкового начальства. Нет логистики. И нет внятного ответа на вопрос, зачем. Интересно выглядит этот путинский русский мир. Разрушим ваши дома. Убьем ваших родных. А взамен дадим 9 мая. Как будто это равнаценный обмен. И как будто жители Востока Украины не могли раньше отмечать этот праздник. Если русский мир это русский язык, то зачем же убивать носителей русского языка? Если русский мир это русская культура, зачем же популяризировать ее танками? Если проанализировать и обобщить выступления Путина, то окажется, что все его идеи многополярности и построения русского мира сводятся лишь к одному инфантильному чувству. Это обида. Российская пропаганда десятилетиями создавала Владимиру Путину имидж сильного лидера. Но по его собственным речам можно оценить, насколько же он слабый политик. Он не умеет держать удар. Вспомните историческое обращение Путина 21 февраля. Оно состоит из обид чуть менее чем полностью. Например, Путину обидно, что в начале нулевых США не согласились взять Россию в НАТО. Но если ты по-настоящему сильный лидер и исторический деятель, так не держи обиду, как подросток, которого не пустили на крутую вечеринку. Создай, например, свое НАТО. Или сделай что-то, например, из своего ДКБ. Путину обидно, что западные лидеры к нему недостаточно прислушиваются. Собственно, почему государства, чья доля в мировой экономике составляет десятки процентов, должны слушаться Россию, чья доля полтора процента? Хочешь, чтобы тебя слушали? Так не надувай щеки, а занимайся своей стороной. Выигрывай в конкурентной борьбе. Внешняя политика Путина это что-то среднее между трагикомедией, трагефарсом и самопародией. Он обижается на Запад и стремится ему отомстить. Я мстю и мстя моя страшна! Сначала Путин протолкал, а потом подписал закон, запретивший американцам усыновлять российских сирот. А затем месть Западу обрела форму преследования и признания иностранными агентами российских благотворителей, врачей, экологов, ученых, просветителей и политиков. Называется она, значит, это с Западом он борется. Ну и пришел в итоге Путин к идее, что назло Западу он убьет тысячи граждан Украины и угробит всю российскую армию и экономику. Реваншизм это не новое политическое явление. Есть пример демократического государства, которое болезненно переживало утрату территорий, но смогло преодолеть реваншизмские настроения. Это Франция. Франция утратила в результате Алжирской войны за независимость в 62-м году очень большое количество своей территории, оно уменьшилось сразу в несколько раз. Ведь отколовшийся Алжир был не французской колонией, а считался неотъемлемой частью французской республики. Реваншисты создали во Франции секретную вооруженную организацию. Они совершали теракты, пытались свергнуть французское правительство и убить президента Шарля де Голля, которого после признания независимости Алжира считали изменником, предавшим интересы Франции. Однако страна смогла пережить политический и моральный кризис, и сейчас Франция экономически более крупное государство, чем Россия. Есть пример не такой провальный, как наша реваншистская диктатура. Это Португалия при Антонио де Салазаре. Он любил потасковать по португальской империи и был их в духовных скрепах. Однако Салазару хватило ума не пытаться военным путем вернуть утраченное, например, Бразилию. Он проправил своей страной 36 лет. После того, как Салазар перенес инсульт, его соратники еще два года делали вид, будто он продолжает править. Даже печатали для него отдельную газету в одном экземпляре. Нормальный такой диктатор. Тасковал о прошлом, ни на кого не нападал и умер счастливым человеком. Владимир Путин из всех возможных вариантов выбрал путь диктатора, который решил военным путем компенсировать национальное унижение своей страны. Правда, путь этот оказался пародийным. В Германии после Первой мировой войны национальное унижение существовало на самом деле. В России же оно было придумано вопреки логике и здравому смыслу. Однако в этом и заключается хорошая новость. Реваншизм для России не является естественным состоянием. Это надстройка, сконструированная пропагандой. И когда наша страна избавится от обид, от ощущения уязвленного величия и обретет чувство собственного достоинства, вся эта кривая и убогая конструкция рухнет. Но нам надо будет ее подтолкнуть. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова